итак нас ждет великолепная игра где в мекс дело будет играть против 37 5 375 не знаю как правильно произнести этот ник ну в общем это эльф на эльф что интересно достаточно ждите его это иванесенс ведь так я уже начал сомневаться хотя это должно быть действительно так посмотрим да это иванесенс он играет за эльфов что интересно он тоже решил сменить раз он же играл за арков или нет или боже или это очень все спутаны спуталась моей голове даже не буду я сейчас вспоминать по факту мы имеем двух эльфов и будем смотреть тельф мирор посмотрите какой сразу интересный барак от 1 и от 2 но постановка вот такая вот барака на мой взгляд достаточно спорно потому что лучше поставить его наверху чтобы грипов нельзя было отманить сейчас же их можно отманить и если вот этот парень еще успокоится то два нижних два имперсовых парня будет стиле достаточно долго но вообще-то это эльф на эльф поэтому неважно это неважно потому что виспом отманить очень сложно надо хотя можно почему сложно можно можно аккуратненько подъехать отманить в общем уже не имеет это смысла никакого разведку все равно его не угадал и 375 просто активно чатится но интересная такая для ничего на самом деле не интересная застройка обычная застройка самая мы ждем начального криппинга ну конечно если оба игрока мешать друг друга не будет то криппинга вы гораздо более выгоден потому что здесь и девайс лучше и опыта больше ну а по потерям там не так существенно что здесь что здесь отводите виспов чинить не отводите виспов чинить все равно здесь максимум сер клетка самое лучшее что может быть когти конечно тоже неплохо но это все то есть теперь начинается криппинг и посмотрите как голема ненавидит арчей вот сейчас это арчерки по помощи 2 камня остается посмотрим да так и есть либо лучше отвести потому что перед смертью он успеет скорее всего кинуть камень нет не успевает жазл похищение маны о боже да великий варкрафтерский рандом раздал самые худшие девайсы это плащ 4 дней и жазл похищение маны левим его оппонент получать серклей лучше девайс и дайте девайс это абсолютно абсолютно он выгоде оказался но его выкупает тролля тролль лезет зачем-то плацда персовывает дэмэдж но все перестал заниматься второй левел это единственное преимущество сейчас у красного эльфа синие сейчас преимущество нейтрализует и по сути дела будет иметь плюс один хороший девайс но посмотрите есть есть сейчас мерки очень полезные которые лечат и демон не пробит здесь же демон очень-очень сильно битый он отступает в погоне за арчой арчат гонится можно и просто хайдится на самом деле здесь все равно нету просветочки да один удар и все ничего не сделал и хайд ответный от демона ой 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 убил жреца каким-то образом непостижимым как здесь жрец вообще попался сюда я не представляю но сейчас у синего то эльфа все лучше он безусловно не являлся фаворитом в этой игре но будут еще и сапожки убил дорогущего тролля ничего не потерял нет молодец синего все неплохо вопрос как будет все это дело протекать дальше есть сапоги но есть просветка да это уже очень неплохо можно же вырезать арчей а красный что он не будет он идет халявить он идет халявить и что если вы сейчас найдут здесь то это просто провал но вряд ли его кто-то здесь будет искать он просто заберет девайса и бежит еще один камень ой как арча достается и сейчас могут убить ее могут убить последние пару выстрелов а тролль остается и отводят ох это будет третий левел на этот раз выпадает отличный девайс большой вул а синий эльф по моему нет он не теряет время он харассить виспов но пусть так так лучше чем никак он убивает одного виспа уже здесь мы сейчас третий левел по в нагулу прилетит и бёрни бёрни демона что же ты делаешь тут демон вообще битый ох сейчас один монобёрный все минус третий демон нет не 3 2 еще демон не успел докрепиться он выпил все колодцы но все равно красного это не все так хорошо но реально если бы сейчас синий эльф не испугался увидел бы этого демон хантер и сделал бы ему не набер то он бы снял эти 250 хитов а сейчас но сейчас ситуация нету правда ботинок что очень неплохо сразу получает свет да это будет скорее всего сарчан бой до догонит ее и не снег снизу здесь отлично бёрн еще один но есть сапоги можно спокойно хитом гранить смейте синие еще развел своего оппонента он убил тролли арчу уах правда тут попадается надо и это очень больно есть правда телепорт но не хочется вытратить конечно же нет убежит демон сапогами абсолютно точно без каких-либо проблем ярче уже отступили здесь есть своя нога и здесь есть мерки можно можно немножко сражаться отлично бёрна 7 отходит здесь надо оппонента и что есть у демона есть им вул его просто так не убить ногу ползает его сейчас будут лечить лечить демона т.п. т.п. на инвол и еще арчу убьет вот уже посмотрите его лучше на этот раз разменялся конечно большой вул был очень-очень не на руку выкладывает сер клеточку выпивает один колодец сейчас выпить 2 колодец да и забирает сер клетку обратно но все равно все равно пока все неплохо у обоих игроков ситуация достаточно ровно вступили стэч есть надо здесь пошел правда т3 это интересно а здесь а здесь т3 не идет чему-то золото потому что нету или мы из-за того что крепился хуже все-таки криппинг дает некий пазов либо настроил очень много лимита 34 38 до метки не так уж много он настроил всего третий демон сейчас будет стрела зачем-то надо не отключает стрелу ох и пошло забегание фокусе демона бёрн бёрн на 100 демон очень сильно пробил себя есть здесь бутылка здесь бутылки нет и что выпивает бутылку но получает еще один бёрн на 81 на 28 убить надо этого бамбра назойливого вообще не в тему ни разу книгу зачем-то съел демоном не суть важно купил свиток но свиток сейчас используют нерационально ну и что что здесь талоны волос циклоном а здесь а здесь т2 до сих пор это просто очень плохо почему тебя т2 друг вот такая вот застройка посмотрите что делает 375 вот куда вложил эти деньги ну не знаю значит блессингом конечно неплохо без прокачка идет но прокачка особо ничего не даст кроме там девайс который продает прокачка не даст потому что все равно демон не получит четвертый награде получит 3 а даже если получат ой 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 иначе блессинг да все понятно все понятно с бараками нужно сейчас строить не знаю что нужно строить талоны талоны как-то ну у них конечно магический демочный барак это слишком толстый хотя не знаю даже барак тот же грант по сути дела чуть потолще на 200 хитпоинтов талонов все равно будет много пока сейчас бараки дотопают вот доделался на чем блессинг пошли бараки в атаку ну надо надо да уже талоны встречают бараки правда в воздух не поднять вот что хорошо и они кушают елки они за счет этого лечится ой 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 слушайте ну не знаю необычная очень необычная игра давно и такого не видел не достраивает ничего сейчас купит мерков наверно какие-то нет на мерках нету лимита а вот так вот бараки наверху а мы будем сражаться лицом к лицу но и самое выгодное решение ой инвула нет форкет да непонятное решение от синего эльфа зачем он так делает если у него в общем-то так и так ну так и так там сверху бараки зачем им драться здесь но вот правда неплохо неплохо сейчас окружил он армию оппонента и быстро вырезал 1 2 здесь минус талон форки демон-то демон живой как там потерял вообще демона непонятно непонятно обновляем сеточку обновляем комментарии да надо остановить